Электронное декларирование товаров для физических лиц впервые было опробовано в Приднестровье в феврале этого года для ускорения таможенных процедур. Сегодня оно становится все более востребованным среди бизнесменов. Переход на новые технологии, как правило, проходит сложно. Работать по старинке, то есть заполнять декларации от руки, привычнее, даже если на это уходит масса времени. Так до сих пор делают некоторые индивидуальные предприниматели, декларирующие товары на границе. Между тем, практика показывает, система электронного декларирования позволяет в значительной мере сократить время подготовки документов в пункте пропуска. Облегчает процесс внесения сведений в таможенную декларацию. Оформление производится в первоочередном порядке. Надо использовать новое, то есть это сделано для упрощения, для нас, для нашего удобства, для того, чтобы мы плотнее работали с трудниками таможенной. Достаточно один раз попробовать, там все легко, никаких сложностей нет. Один раз попробовать, и я так думаю, что они забудут, что такое бумажное декларирование, заполнение декларации, как вот сидят люди и заполняют на посту. Проведенные специалистами таможенного комитета специальные семинары, на которых разработчики системы детально рассказали о работе механизма электронного декларирования, дали свои результаты. После встреч число индивидуальных предпринимателей, пользователей системы увеличилось в два раза. Выросло и количество пунктов пропусков, на которых физические лица декларируют товары в электронном виде. Если на первоначальном этапе электронное декларирование осуществлялось только на ТПП Первомайск, то сейчас оно осуществляется и на иных постах в Тираспорске и прочих таможен. Например, на ТПП Первомайск физическими лицами подается в электронном виде каждая десятая декларация. Активно используют эту систему и государственное предприятие «Таможенный брокер», оказывающее услуги по декларированию товаров на границе. Количество электронных деклараций, поданных предприятиям, с каждым месяцем увеличивается в два раза. ГТК осуществляет постоянный мониторинг работы системы электронного декларирования и совершенствует ее возможности. Прежде всего, это в интересах представителей бизнеса. С этой целью на ТПП Первомайск обеспечен свободный доступ к Wi-Fi. Станислав Стоянов по материалам пресс-службы ГТК.